Благотворительный фонд возрождения жизни при поддержке Общероссийского народного фронта продолжают серию хоккейных турниров среди любительских команд Подмосковья. Эстафету приняли люберцы. Спортивный праздник на ледовой арене «Зенит» в Томилине открыли юные фигуристки и воспитанники хоккейной школы городского округа Люберцы. Алина Гасан-Гаджиева впервые взяла клюшку и вышла на лёд год назад. Но большой спорт уже манит игрой. Я хотел, чтобы принять в этом участие, вырасти и стать такими же хоккеистами. Турнир прошёл между любительскими командами из Люберец, Котельников и Мэтищ. В хоккейном матче приняли участие спортсмены, сотрудники администрации муниципалитетов, вице-губернатора Московской области Евгений Хромушин и депутат Государственной думы Роман Терюшков. Отличное настроение, хорошая игра, благая цель. Я призываю все любительские команды также собираться на турниры, делать то, сколько может благотворительный взнос, помогать и нашим вооружённым силам, и мирным жителям, детям на наших исконно русских землях. Благотворительный турнир посвятили годовщине освобождения Мариуполя. Все собранные средства направят на закупку медикаментов для госпиталей и подарки детям из новых регионов России. Конечно же, мы рады на территории нашего городского округа принимать такого уровня соревнования. Люберцы – это территория спорта, тем более в наш юбилейный год. И, конечно же, здесь много ребят, молодёжи, те, кто занимаются спортом, те, кто просто пришли посмотреть. Поэтому мы всем желаем хорошего настроения. В заключительном матче встретились Люберецкий «Феникс» и 7.62 из «Мытищ». Со счётом 8-3 люберчане уступили. «Матч понравился. Все боролись. Очень понравился. Спасибо ребятам за игру. Это команда». «Какие могут быть впечатления? Только победа. Вот золото. Отработали. Была очень интересная игра, особенно завершающая. Я считаю, что это был хороший, быстрый, красивый хоккей. Команда Люберца, но это видно и по возрасту. Очень молодые ребята, сильные. Поэтому я считаю, что вполне уровень». В Подмосковье это второй благотворительный турнир в поддержку участников СВО и жителей новых территорий России. Первый организовали 4 марта в Красногорске. Хоккейные матчи будут проводить в регионе до конца года. Богдан Колесников, Денис Угольников, телеканал ЛРТ.